На данный момент четких рекомендаций по возрасту обращения к мамологу нет. Я рекомендую первое обследование у мамолога с 18-20 лет или с началом половой жизни, но если даже в подростковом возрасте, с момента формирования молочной железы появляются какие-то жалобы, такие как уплотнение в молочной железе, выделение из соска, явная симметрия по размеру, наличие каких-то синячков в области ореолы, в любом случае обратиться к мамологу независимо от возраста. Начнем с того, что это две совершенно разные методики, и каждая из них сама по себе очень информативна. УЗИ молочной железы – это быстрый, точный, безопасный метод, который может применяться у женщин любого возраста – и молодого, и пожилого. В то время как мамография – это рентгеновский метод исследования, он применяется с возраста более старшего, начиная с 35 лет, и тоже несет в себе достаточно много информации. То есть, в молодом возрасте предпочтительнее УЗИ молочной железы, с 35 лет – мамография плюс УЗИ молочной железы, тогда мы получаем практически 99 процентов информации в плане диагностики. Да, самообследование эффективно, но есть нюансы. Женщина должна проводить самообследование регулярно, каждый месяц, после менструации, если такова имеется, если менструации нету, допустим, каждого первого числа или каждого последнего числа месяца. Если женщина делает это регулярно, то она достоверна на более ранней стадии, или более малых размеров, выявляет у себя новообразование молочной железы. К сожалению, да, как при доброкачественных, так и при злокачественных образованиях молочной железы, как бы не была отлично сделана операция, такие риски имеются, поэтому в любом случае после операции нужно наблюдаться у мамолога так часто, как он это рекомендует. Выделение из груди бывает различного характера. Какие-то из них вообще не представляют никакой опасности, но некоторые из выделений действительно представляют опасность, поэтому если вы заметили у себя выделение из груди, которых раньше не было, или вообще заметили выделение из груди, пожалуйста, обратитесь за консультацией к вашему мамологу. К сожалению, ранних клинических признаков рака молочной железы нет. Все, что проявляется клинически по раку молочной железы, это общеизвестно. Втяжение соска, утолщение и втяжение кожи, деформация самой молочной железы, появление кровянистых выделений из молочной железы, уплотнение подмышечных лимфоузлов – это все поздние признаки. Ранние признаки рака молочной железы мы можем увидеть только при обследовании. Это УЗИ и маммография. Давайте начнем с того, что есть профилактика заболеваний первичная и вторичная. Первичной профилактики рака груди нет, то есть это прививки какие-то еще пока что не придумано. Но существует вторичная профилактика, то есть это все те меры, которые мы можем принять для, опять же, раннего выявления признаков рака молочной железы, это, конечно, маммографические, УЗИ ранние признаки. То есть при раннем выявлении рака молочной железы возможно полное выздоровление после лечения женщины. Это первое. И второе, конечно, это образ жизни. Многие факторы влияют, предрасполагают к развитию рака молочной железы. Это ожирение, это развитие сахарного диабета, это вредные привычки, такие как алкоголь и курение. Это дисгормональные состояния гинекологической сферы. И эндокринные заболевания перечислять можно долго, но профилактика вторичная существует. Вопрос дискутабельный даже у ведущих ученых нашего мира. Оральные контрацептивы – это препараты, которые придуманы для гормональной контрацепции, для предохранения от беременности и нежелательных абортов. То есть если вы обследованы и у вас в молочной железе норма, то прием оральных контрацептивов, скорее всего, не спровоцирует никаких изменений в молочной железе. Поэтому ни в коем случае нельзя начинать прием этих препаратов без обследования. Образование в груди – это не всегда опасно. Но для того, чтобы это понимать, естественно, нужно обследоваться. Есть образования, которые могут быть просто анатомическими структурами. Это и добавочные дольки, лимфоузлы абсолютно нормальные, липомы подкожно-жировой клетчатки. Но в большинстве случаев образование – это проявление какого-то заболевания. Поэтому, чтобы точно определиться, нужно пройти обследование. На сегодняшний день существует два основных рекомендованных мамологами метода. Это физиологический уход от лактации. То есть когда женщина постепенно уменьшает количество прикладываний в день, в конце оставляет одно, допустим, ночное прикладывание, и потом полностью отнимает ребенка от груди. Если каким-то образом не удается физиологическая лактация, мамолог прописывает медикаментозный уход от лактации, ни в коем случае не перетягивание молочной железы. Какие-то нюансы обсуждаются на приеме. Да, есть семейные раки, но они составляют около 10% от всех выявленных раков молочной железы. Размер не имеет значения, частота одинаковая. Да, это правда, но встречается достаточно редко. В норме болей в груди быть не должно. Если молочная железа реагирует, нужно посетить мамолога. При своевременной ранней диагностике шансы на выздоровление очень высокие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!